Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Тени Сэнфора. Сезон 2 серия 3. Фиолетовый цветок. Мама Вильяма и Аннет сидела на крыльце. Дети устроились прямо на земле, при павке её ногам. Расскажешь ещё раз, мама? Не знаю, смогу ли. Мне не здоровиться. Но, мам... Не приставай, ей же плохо. Всё нормально, Вильям, я расскажу. Много веков в лесу правило одно могущественное существо. Люди называли его фавном. Он пришёл к нам из мира грёз, где он тоже был королём. Мама, а как выглядит мир грёз? Никто точно не знает, Но говорят, что это место прекрасно. Там встречаются потерянные души. Расскажи о фавне. О, фавн обладал огромной силой. Он мог управлять природой и животными. Умел исцелять. Исцелять? Да, и не только. Вильям вцепился в руку матери. Что с тобой? А он может исцелить тебя. Вильям, не говори глупости. Кто знает, вмешивается ли сейчас фавн в жизнь людей. Но он всегда был справедливым. Если человек обращался к нему за помощью, он обязательно ему помогал. Народ и особенно животные любили фавна. А с ним в лесу и деревне выцарилось спокойствие. Все живые существа забыли, что такое насилие, голод и болезни. Ах, как было бы чудесно, если бы фавн пришёл к нам. Мам, а это возможно? Кто знает. Ты проснулась вся в поту. Прошло несколько ночей, полных подобных снов. Они почему-то тебя пугали. Боже. Пытаясь прийти в себя, ты закрыла лицо руками и замерла на несколько минут. Затем потянулась к пузырьку с успокоительным, который уже по обыкновению стоял на тумбе у кровати. Ах. Но он выпал из рук, и таблетки покатились по полу. Кто здесь? Ты вскочила с кровати. Она вся была в фиолетовых цветах. Кто здесь? Я вызову полицию. В ответ тишина. Ты хотела выскочить из комнаты и разбудить родителей, но окна остановилась. У дороги стоял олень. Офигеть. И в него, видите, на рогах фиолетовые цветочки. Он словно смотрит на меня. Ты отступила на несколько шагов. Скорее, я сошла с ума. Ты быстро нашла стакан, с которого пила и осмотрела дно. Могли ли мне что-то подсыпать? Снова вернулась к окну. Олень был на месте. Он продолжал наблюдать за твоим домом. Ты подошла к кровати, сгребла все цветы и выкинула их прямо через окно. Олень медленно качнул головой и не спеша пошел дальше в сторону леса. Утром ты проснулась разбитая. Воспоминания о прошлой ночи вызвали новую волну страха и отчаяния. Но ты быстро отмела всякие мысли об этом. Ох, нужно еще покормить животных, миссис Хилл. Нехотя встала с постели и открыла шкаф. Что надеть? Майка и джинсы. Комбинезон. Ну, даже не знаю. Наверное, возьмем что-то из старенького. Куда ты? В антикварную лавку. Нужно покормить животных. Пусть этим займется кто-то другой. Я тебя не пускаю. Что? Ну почему? Мама похлопала по дивану рядом с собой. Ты послушно села. Смотри. Она сделала телевизор громче и послышался серьезный голос ведущей. Меган Уайт, Дэвид Уолтер и Бобби Тернер. Имена пропавших детей за последнюю неделю. Шериф Никсон отказался комментировать детали расследования, однако он призывает быть осторожными и следовать комендантскому часу. Снова начали пропадать дети. И что же, мне теперь нельзя из дома выходить? Можно, но не одной. Хорошо, идем вместе. У меня много дел. Попроси Дерека покормить их. Иногда мама ведет себя как ребенок. В трубке послышались гудки. Да? Привет, тут мама. Ты рассказала о вашем разговоре, потом тихо и нервно добавила. Не могу же я теперь дома сидеть. Хм, есть одна мысль. Рассказывай. Позвони моему отцу и брось трубку. И? Когда он перезвонит, пусть поднимет твоя мама. Пока они будут говорить, можешь слинять из дома. С чего ты взял, что? Просто доверься мне. Ох, ладно. Ты сделала все, как велел Дерек. Через минуту зазвонил телефон. Да? Ох, шериф. Так, шериф. Что происходит? Пока мама говорила с мистером Никсоном, ты накинула пальто и осторожно открыла входную дверь. Скрип. Детка, что это за шум? Ты замерла, придерживая полуоткрытую дверь. Это... Скауты. Предлагают печенье. Отлично. Возьми пару штук. Деньги на полке. Вот и славно. Ты прошмыгнула на улицу, пока мама была занята разговором. На столбах висели объявления о пропажах. Мне кажется, или на улице стало гулять меньше детей. Весь город будто замер в ожидании, но чего? В лавке ты быстро накормила животных и думала уже уходить. Как взгляд упал на картину с фиолетовыми цветами. Они уже давно преследуют меня. Что же эти цветы означают? Ты подошла к картине ближе и спонтанно решила снять ее со стены. Затем перевернула раму и на обороте увидела подпись «Фредерик Уайт». Хм... Это он написал картину, или она раньше ему принадлежала? В любом случае, его имя кажется мне знакомым. Ты здесь одна? А... кто вы? Где мисс Хилл? Она уехала к своей дочери на несколько недель. От этой новости он будто бы растерялся. Лицо его вдруг вытянулось и погрустнело. Кто вы? Я ее внук. А вот кто ты, мне не ясно. Хочешь украсть эту картину? Голос был серьезный и даже грубый, но жест, которым он указал на нее, выглядел равнодушным, и взгляд его казался затуманенным мыслями. Я задал вопрос. Хочешь украсть картину? Зачем ты сняла ее со стены? Считаешь меня воровкой? Можешь меня обыскать, если не веришь. Ты так просто дашь мне к тебе прикоснуться? Он подошел совсем близко, и ты инстинктивно отпрянула. Но незнакомец прошел мимо тебя, усмехнувшись с твоей реакцией. Чего тебе нужно? Ты обернулась к нему, и его пальцы тут же встретились с твоими. А? Но он лишь осторожно забрал картину из твоих рук и вернул на место. Не говори, мисс Хилл, что я приходил. Незнакомец вышел из лавки, на улице заревел мотор. Звук быстро удалился и оставил за собой тишину. Ты снова посмотрела на картину. Мне почему-то кажется, что за всеми моими видениями стоят эти цветы. Нужно разобраться с этим. Ты замерла у входа, посмотрела на сжатый листочек в руках. Вы что-то хотели? Да. Не могли бы вы подсказать, где я могу найти информацию о Фредерике Уайте? О, прекрасный художник. Вы знаете его? Конечно. Это самый знаменитый художник Сэндфора. Пройдемте. Вы прошли мимо нескольких рядов и остановились возле одного из стендов. Но о нем немного информации. Держите. Спасибо. Ты села за стол, раскрыла несколько книг. Хм... Он жил в 17 веке. Фредерик Уайт пользовался спросом среди буржуа. Однако по неизвестным причинам он отказался от успешного дела, поселился среди крестьян и начал аскетичный образ жизни. В первой половине своего творчества писал в основном портреты и архитектуру, но в последние годы жизни почти ничего не создавал. Одной из последних его работ считается картина «Фиолетовый яд», изображающая черный морозник. Покончил с собой в возрасте 27 лет. Тед кинулась на спинку стула, оглядела стол со стопками книг. Чем я занимаюсь? Но тем не менее продолжить поиски. Взгляд упал на старую книгу с потертой обложкой, скрепленной нитями. Тени Сэндфора. «Книжка с легендами?» Ты без интереса пролистала ее, и страницы зашуршали у тебя в руках. Затем одна нехотя перевернулась, и ты увидела заголовок. «Фиолетовый цветок». Села поудобнее и начала читать. «Фиолетовый цветок» издавна считался символом смерти. С его помощью ведьмы вызывали демонов и околдовывали мужчин. Этот цветок – путеводитель в мир грез. Из поколения в поколение передавалась легенда о нем. По земле ходил не один король, их было много. И звали их фавнами, богов, пришедших из мира грез. Но люди устали подчиняться божественному и сами захотели править. И объявили они им войну. Война длилась долго, но в итоге фавны были истреблены. Фавн бежал от преследователей. Несколько стрел вонзилось ему в спину, и одна прошла насквозь. Он упал на колени, да скрежет сжав зубы, и рык боли и ярости сошел с его уст. Фавн сломал одну из поразивших его стрел, а после разом сорвал оставшиеся. Затем поднялся на ноги, но не успел сделать и шага, как еще сотни стрел вонзились в него. Рар! На всю округу раздался его рев. Природа сошла с ума. Земля затряслась и разделилась. Целая деревня наполнилась криками ужаса. Вы поплатитесь! Поплати! Последняя стрела с хрустальным наконечником пронзила его сердце. Фавн снова повалился на колени, на этот раз не имея сил подняться. Он коснулся раны, посмотрел на окровавленные пальцы, и фиолетовая кровь закапала на цветок. Растение тут же впитало ее, словно воду, и окрасилось в тот же цвет. Вот это да! Некоторое время ты смотрела в пустоту, обдумывая прочитанное. Затем собрала книги и отдала библиотекарше. Итак, я узнала об этом художнике. И о том, откуда взялись эти чертовы цветы. Только что это мне дает. На повороте ты с кем-то столкнулась. Смотри, куда прешь. А? Бандит сделал несколько шагов назад. Отступить. Ты сделала шаг в сторону, пропуская его, и опустила глаза. Он усмехнулся. То-то же. Тебе просто повезло, что я по осторожности иду. Умничает он. Урод. Что? Ничего. Бандит пошел дальше. Он идет в сторону свалки. Не там ли убежище черных драконов? Ты вспомнила спину Майкла. Нужно узнать, во что он вляпался. Но сама я туда не пойду. В ближайшей забегаловке ты позвонила, чтобы назначить встречу у свалки. Кого позвать? Ну, из всех, наверное, Дерека. Договорившись встретиться, ты последовала за бандитом, пока он совсем не скрылся из вида. Он действительно пришел именно туда. Несколько раз постучал в будку охранника, шлагбаум медленно поднялся, пропуская его дальше. Если ты думаешь, что тебя с этой позиции не видно, то ты ошибаешься. Боже, ты меня напугал. Ты вкратце рассказала, что происходит. Может, лучше заняться поисками Бобби? А если они как-то связаны с его пропажей? Дверца будки охранника скрипнула и открылась. Пригнись! Вы спрятались за ржавой машиной. У нее были разбиты все окна, и оторвано несколько дверей. Не лучшее место, где можно скрыться. К вам приближали шаги. О, нет! Они остановились у другой стороны машины. Кто здесь? Я вас видел. Выходите, или я вызову полицию. Ты хотела встать, но Дерек остановил тебя, схватив за руку. Он покачал головой, жестом велел не двигаться и встал сам. Это был я. Простите, не хотел вас пугать. Не играй со мной. Там был кто-то еще. Выходи. Тебе пришлось подняться. Ах, мистер Уолтер? Это же вы. Что вы здесь делаете? Не могли бы вы пропустить нас? Ох, не могу. Вам нельзя туда идти. Там не стоит вам с ними встречаться. Мы знаем, что там, мистер Уолтер. Прошу. Он немного замялся, подумал и в итоге кивнул. Ну, хорошо. Только ненадолго и будьте осторожны. Охранник поднял шлагбаум. Издалека свалка казалась хаотичным сборищем мусора, но пройдя дальше, она обрела порядок и даже некое подобие чистоты. Сложно себе представить, конечно. Вы ходили кругами, пока не вышли к ее центру. Прессованные машины с нескольких сторон прятали это место от посторонних глаз. Полукругом были расставлены шины, на которых сидели люди. Кто-то стоял, кто-то, несмотря на холод, устроился прямо на земле. Вы спрятались за ближайшую машину. Да не, надо завязывать. Кхм, вишня. Ты без сипихи не дружишь с головой. Да я тебе говорю, после сделки с этим химиком по ночам слышу топот копыт и повсюду фиолетовые цветы мерещатся. Так не нужно было с ним связываться. Из-за таких, как ты, Настя переподозревают в продаже препаратов. Ба? Ты задела банку, и она выкатилась прямо в центр. Кто там? Выходи! Вот же! Вы вышли из своего укрытия. Опять ты! Как ты сюда пробралась? Чуть вдали машин открылся трейлер, и оттуда вышел Майкл с мужчиной, которого ты встретила в антикварной лавке. А? А? Сара? Он с удивлением посмотрел на Дерека, затем со злостью на тебя. Привела змею к нам? Он же расскажет своему отцу. А ей что рассказать? Майкл, ничего не хочешь объяснить? Майкл долго смотрел на тебя, прежде чем спокойно ответить. А что ты ожидаешь услышать? Что ты делаешь здесь с этими уголовниками? Эй, полегче. Я тоже черный дракон, Сара. И я пришел просить их о помощи. Ммм. Он взял тебя под локоть и увел в сторону. Дерек хотел пойти следом, но Майкл остановил его жестом. Жди здесь. И не подумаю. Я сказал, жди здесь. А я сказал, и не подумаю. Дерек, все в порядке. Мы просто поговорим. Тем более он мой парень. Как только вы отошли, Майкл встряхнул тебя. Какого черта ты здесь делаешь? Это ты? Что здесь делаешь? Среди них? И просишь у них помощь? Ты не понимаешь. Тот парень, что напал на тебя от морозок. Майкл прижал тебя к себе, погладил по голове и расцеловал лицо. Прости, что не доглядел. Прости, что не уделяю тебе столько внимания, сколько ты заслуживаешь. Но я действительно переживаю за Бобби. Мама в ужасе. Я понимаю. Не суди по нему всех драконов и не верь всем сплетням, что о нас говорят. Доверься мне, прошу. Я им верю. Ладно. Мужчина из антикварной лавки, прищурившись, следил за тем, как вы говорили. Когда вы вернулись к остальным, он вдруг заговорил с тобой. Не думал, что мы снова встретимся. Вы знакомы? Да. Я даже имени его не знаю. Какое же это знакомство? Меня зовут Аарон. И что же дало тебе мое имя? Майкл чуть ли не с мольбой обратился к нему. Аарон, прошу. Он же мой брат. Я понимаю, Майкл, но сейчас слишком неподходящее время. Бобби пропал относительно недавно. Он может вернуться. У нас же сейчас есть проблемы более серьезные. Шериф прижал нас, не дает двинуться, следит за каждым шагом. Он до сих пор уверен, что это мы распространяем препараты. Аарон бросил недовольный взгляд на бандита. Похоже, Аарон здесь главный. Может, стоит убедить лидера драконов? Да, убедить. Ты вышла вперед, привлекая внимание остальных. Бобби не первый мальчик, который пропал. Я знаю его. Он бы не убежал, не рассказав об этом хотя бы своим друзьям. И к тому же... Ты протянула ингалятор, который тебе принес Британи. До этого ты никому не рассказывала о нем, не зная, как объяснить то, что его принес питомец. Это... Это ингалятор Бобби. Где ты его нашла? Видимо, Бобби обронил в лесу. Майкл подошел к тебе, забрал находку, затем резко обернулся к Аарону. Ты говорил, что мы семья. Почему же ты отворачиваешься, когда нужна твоя помощь? Вдруг послышался еще один голос. Аарон, у меня есть младшая сестра. Если она пропадет, ты тоже так сделаешь? Да, этому мальцу нужна помощь. Аарон успокаивающим жестом поднял руки вверх. Спокойно, спокойно. Если вы хотите, я поддержу вас. Майкл, не дрейфь. Найдем мы твоего брата. Он ободряюще похлопал Майкла по плечу. Драконы засуетились. Аарон посмотрел на тебя и что-то шепнул Майклу. Сара, прости, но вы не можете больше тут находиться. Он сжал твою руку. Мы ведь поговорим еще обо всем этом? Обязательно. Даже не сомневайся. Майкл кивнул Дереку. Проведешь ее до дома. На улицах опасно. И без тебя знаю. Дома никого не было. Ты бессиленно грохнулась на диван и включила телевизор. Некоторое время без интереса смотрела новости. Скукотища. Хотела уже переключить, но вдруг услышала знакомый адрес. Сгорела библиотека Сентфора. А? На экране полыхало пламя. Падали балки и книги тлели на глазах. Причина возникновения пожара пока не установлена. Библиотека сгорела в тот же день, когда я ее посетила. Это совпадение или... Дзинь? В дверь позвонили. Наверное, мама. Но ты ошиблась. Джон? Прости, я не помешал. Он потряс пустой банкой из-под соли. Я здесь никого не знаю, поэтому обратился с соседской просьбой к тебе. Не хочется из-за нескольких щепоток бежать в магазин. Я могу войти? Ах да, прости. Присаживайся. Из твоей комнаты послышалось жалобное мяуканье. Это кошка? Да, Британи. Видимо, мама закрыла ее на втором этаже. Ты взяла у него пустую баночку и наполнила ее солью. Держи. Спасибо. Он встал, но замешкался. Откровенно говоря, я не уверен, что мне так уж была нужна эта соль, но был рад пообщаться. Он пошел в сторону выхода. Постой, Джон. Я бы тоже не хотела сидеть в одиночестве. Мы могли бы посмотреть фильм. Как насчет комедии? На лице Джона промелькнула облегченная улыбка. Давай. Ты включила фильм, и вы устроились на диване. Некоторое время вы лишь улыбались шуткам с экрана и переглядывались, затем совсем не сдерживали смеха. К концу фильма у тебя уже болел пресс, и на глаза навернулись слезы. Ты поймала на себе его долгий, изучающий взгляд. Его глаза опустились на твои губы. Тебе стало жарко. Что ты делаешь? Он снова посмотрел тебе в глаза. Ты спросила в кафе, считаю ли я тебя красивой. Да, считаю. Джон чуть придвинулся к тебе, но это движение было скорее неосознанное, чем намеренное. Придвинуться ближе. Ты села поудобнее, едва поменяв расположение. От этого ваши пальцы встретились. Джон замер, ты тоже. Он посмотрел на тебя удивленно и даже с некоторым беспокойством. Затем опустил глаза на ваши руки, и его палец вздрогнул, выдавая желание прикоснуться к тебе. Джон резко встал, взлохматил волосы и неровно выдохнул. Что за черт? Его голос был раздраженный и злой, но злился он явно на себя. Прости, мне... мне нужно идти. В чем дело? Ни в чем я... Не могу. Джон, попятившись, задел тумбочку, и с нее чуть не упала лампа. О чем ты? Не бери в голову. Спасибо за вечер, Сара. Не успела ты опомниться, а Джон выскочил из дома. Ты сидела на краю кровати, не решаясь лечь спать. Выпила снотворное. Засон без сновидений. Голова коснулась подушки. Ты смотрела в потолок, пытаясь ни о чем не думать. Глаза медленно закрылись. Самое сердце леса. Деревья словно окутали поляну своими искривленными ветвями. Посередине стояла деревянная статуя, покрытая затейливыми прорезями. Вокруг статуи четыре углубления, напоминающие гробики. Два из них были заполнены фиолетовыми цветами. Ты подошла ближе. Словно лианы, цветы к оконам скрутились вокруг тел, скрывая в гробиках людей. Ты поняла это, разглядев в одном из них лицо друга. Бобби! Он лежал с закрытыми глазами, а губы были бледно-фиолетовые, точно у покойника. Бобби! Ты потянулась к нему освободить, спасти его, но поляна начала удаляться и удаляться, пока тебя не выбросило в реальность. Ты проснулась от грохота. Что такое, Британи? Британи стоял на подоконнике и громко мяукал, почти выл в открытое окно. Странно, оно же было закрыто. Ты подошла ближе и увидела, как мелькнула тень, будто кто-то только что спрыгнул с твоей крыши. Хруст! Послышался удар о землю, чуть заглушенной кустами и ветками. Малыш, тут кто-то был? Мяу! Ты обернулась и только сейчас заметила, что в твоей комнате разгром. Он что-то искал. Перед глазами промелькнула лавка миссис Хилл. Игла! Ух, конечно, Серика, блин, капец, бедный Бобби. Страшно так вот представить себе, оказаться в такой ситуации, это просто кошмар. Да вообще, мне кажется, там весь городок какой-то проклятый. Друзья, не забывайте, что плейлист этой истории находится в описании под видео. И спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok